Обычно в областную травматологию за помощью обращаются по 30 человек в день. Однако нынешней зимой количество пациентов возросло до 100. Врачи работают без перерыва, чтобы успеть помочь всем пострадавшим. Антон частый гость травматологии. Говорит, часто опаздывает, по улицам ходит быстро, а под ноги смотреть не привык. Вот и оказался сегодня на кушетке в травматологии. Еще в пятницу парень поскользнулся возле школы, подвернул ногу, думал вывих. На ногу, подвернул. Получается, сказали, что перелом, наверное. У меня руки больше ломал я. Ноги так редко. Врачи говорят, таких как Антон, большинство. За помощью люди обращаются через несколько дней после травмы. Надеются, ушиб пройдет сам собой, занимаются самолечением, которое обычно заканчивается неправильно сросшимися костьми. Особенно сложно лечить пациентов в возрасте. Поэтому у медиков, пожилым, отдельная просьба. Какие советы пожилым людям в такую погоду? Оставаться дома, не выходить. Потому что вероятность травмы подскользнуться и получить травму намного возрастает. У меня как-то давно на приеме была бабушка. С переломом лучевой кости в типичном месте. Бабушке 85 лет. Говорит, я увидела гололед на улице, думала, что в собесе очереди не будет. И пойду, попаду. Естественно, получила травму. Поэтому пожилым людям в такую погоду лучше оставаться дома. Врачи в аншлаге пациентов в травматологии винят коммунальные службы. Говорят, в Донецке посыпаны только центральные улицы. Во дворах же сплошной каток. Работники ЖЭКов с упреком не согласны. Утверждают, посыпают дорожки на совесть. Врачи настоятельно рекомендуют тем, у кого есть возможность пересидеть гололед дома. А если пришлось выйти на улицу, не спешить и смотреть под ноги. Лед часто скрывается под снегом. Злата Байрачная, Руслан Новиков, Панорама.